Если шоколад съесть очень быстро, можно не заметить, что на шоколаде были цветы, конфеты и, может быть, даже... На шоколаде конфеты. Даже звери. Да, мне кажется, сверху, вот, смотри, маленькие какие-то еще конфетки. А может быть, это не конфетки. В общем, я не шоколатье, я не знаю, но шоколатье есть у нас в студии, прямо сейчас, у Анастасии Акуркина шоколатье фантазийного шоколада. Здравствуйте. Доброе утро. А вот это определение, фантазийный шоколад, оно существует отдельно от вас, или вы его изобрели и вот это все начали креативить? А вообще фантазийный шоколад, это не мое, так скажем, я не основатель этого, это уже существовало до меня, а фантазийный, потому что, ну, мне кажется, тут название говорит само за себя, как вы можете видеть, это необыкновенная плитка, да, к которой мы привыкли, шоколада, а именно фантазийная, можно сказать, открытка шоколадная, или даже, можно сказать, картина, где есть и животные, и цветы, и птички, и бабочки, именно поэтому фантазийная. Ты говоришь, конфеты, там птицы и бабочки есть, между прочим, ТВК нарисовано в том числе, все это появилось на шоколаде. И мы сегодня, во-первых, расскажем, как создается такая красота, а во-вторых, покажем. Может быть, мы сразу начнем что-то делать? О, мы сами сделаем? Да, мы сегодня попробуем сделать шоколадную открытку, сначала расскажу. Ну, изначально, конечно, продумывается какая-то идея, что это будет за шоколадка, то есть это какая-то цветочная поляна, либо пожелание. Вот, я, цветочная поляна. Да, да, то есть вдохновить может все, что угодно, и платье, и какая-то открытка, и какая-то картинка, в общем, все, что угодно. Либо пожелание клиента, у которого тоже фантазия богатая часто бывает. Вот, то есть мы продумываем, затем делаем заготовки. Все заготовки, цветочки, фламинго, лисички, которых вы видите, это тоже все из шоколада, ни в коем случае не из глазури. Можно открыть? Да, конечно. Следующий вопрос он задаст, можно ли съесть? Да, да, да. Можно лизнуть? И съесть тоже можно. То есть съедобны абсолютно все составляющие, даже цветочки? Съедобны абсолютно все, да, цветочки, которые я добавляю в шоколад, это пищевые, чайные цветы. Даже вот этот, он выглядит вообще как из ткани что-то созданное. Это абсолютно полностью из шоколада, причем из очень хорошего, качественного шоколада. А где ваш микроскоп? Там такая невидимная работа, у меня такое ощущение, что это должно делаться вот прям под каким-то специальным оборудованием. Как это сделать? С помощью пинцета и просто настроенности. Про цветочки не договорила, про чайные. Они также съедобны, то есть они выращиваются специально для употребления в кулинарии, поэтому не добавляется никаких химикатов. Единственное, что если говорить про розочки, они достаточно плотные, их можно вынуть и добавить просто в чашку чая, чтобы сделать чай более ароматный. А такие сухоцветы, как, допустим, жасмин или лаванду я еще добавляю, они прекрасно сочетаются с шоколадом, их можно не вынимать и съесть. Давайте вдохновимся сегодня цветочной полянкой в виде меня и создадим шоколадку вот такую. Полянку? Да, ты не против? Шоколадка полянка. Шоколадка полянка. Я всегда как поддерживаю. Так, с чего начинается процесс? Для создания шоколада нам нужно сначала все подготовить, то есть я подготовила здесь как раз-таки сухоцветы, ягодки сублимированные. Ягодки обязательно должны быть полностью сухие, потому что шоколад не терпит влаги. Ну, какие-то воздушные шарики для того, чтобы заполнить пустоты. А ничего шарики, это тоже шоколад? Это воздушный рис, сверху покрытый шоколадом, то есть никаких таких твердых сахарных шариков, от которых можно словать зубки. Я не добавляю. Вот, ну и, собственно, цветочки, которые также заранее я их изготовила из шоколада, так как это достаточно долгий процесс. Далее нам нужна форма непосредственно, пирометр для того, чтобы затемперировать шоколад. Вообще, самый важный процесс в создании шоколада – это темперирование шоколада. Это когда мы нагреваем шоколад до такой температуры, при которой разрушается кристаллическая решетка какао-масла. Это какая температура? Кристаллическая решетка. Это порядка 40-45 градусов. То есть сейчас надо измерить температуру содержимому вот этой миски? Да, нам сначала нужно его подогреть до нужной температуры, затем нужно его опустить до такой температуры, при которой кристаллическая решетка восстановится, и затем подогреть снова до рабочей температуры. Вот, собственно, и все, что нам нужно. То есть сейчас мы подогреваем шоколад до нужной температуры и приступаем к созданию. Мы пока, видимо, будем греть. Да, вы знаете, чем мы будем заниматься в следующую минуту, а мы знаем, чем будете заниматься вы. Вы посмотрите небольшой фрагмент сюжета, мы вернемся к вам уже с подогретым шоколадом, который потом опустим, как говорят мастера. Магия микроволновки сработала. Наш шоколад обрел нужную температуру, и благодаря нашему шоколаде Анастасия оказался уже в формочках. И сейчас самая красивая и самая для меня волнительная часть, как же все-таки обычную вот эту плитку превратить в шоколадную открытку. Анастасия, есть какие-то законы, как правильно расположить все ингредиенты, чтобы это действительно было красиво? Можно ведь просто хаос сделать, и будет не о чем. Опять же, здесь все зависит от вашего вдохновения, от вашей задумки. Если говорить про последовательность расположения, то лучше начать с самых крупных фигур. То есть, если это зверенок, то положите его сначала. Если это цветы, то выбрать самый крупный цветок, затем самые крупные листочки. И от крупного к мелкому, постепенно заполняя все пустоты, которые вы выбрали. Я хочу вот этот цветочек, он какой-то безумно красивый. Прям беру? Он не развалит? Он крепенький, да? Нормально. Он не хрупкий, да? Все цветочки сделаны из темперированных шоколадов, соответственно, они стабильны и не разваливаются. Так, а плитка, она мягкая, то есть сейчас он вдавится в нее, да? Да, то есть мы берем, кладем и немножко надавливаем. То есть пока плитка еще не стабильна, не застабилизировалась, мы начинаем украшать. Сильно не вдавливают, да? Немножечко, он никуда не денется из шоколада. И продолжаем. Мне нравятся ягодки. Ягодки тоже сушеные все. Ягодки обязательно сушеные, да, так как шоколад недопустимый для влаги. Влаги не надо, воды не надо. Предварительно мы окрасили плитку также сухим соком свеклы. Кстати, все шоколадки я окрашиваю только натуральными красителями. Это порошки фруктов, ягод, либо даже овощей. Ну подождите, а вот как оранжевый получается цвет? А оранжевый здесь я окрашивала поверху, то есть это не шоколад изнутри, а поверху пищевым красителем называется цветочная пыльца. То есть тут прям легкое напыление красителя и внутри его нет. Так, можно еще вот эти покидаю. Вы тоже украшайте пародельно. Мы вам им дыхать не дадим. Катя, ты хочешь всю плитку усыпать или ты планируешь оставить чуть-чуть? Я боюсь переборщить, у меня вот какого-то концепта нет сейчас в голове отдельного. Очень часто бывает так, да, что даже нет никакой затеи, мы начинаем в процессе и знаете... Аппетит приходит во время еды. Да, и потом просто изумляешься тому, что получилось. Чтобы они еще не убегали. А это что такое, Катя, у тебя в руках, я не могу понять. Это черника, большие ягодки, это ягодки-ежевики и черника. Какой у вас был самый необычный дизайн или самое необычное пожелание от клиента? Это возвращаю. Ну, на сегодняшний день, наверное, это дизайн обуви. Заказали две плитки, где на одной плитке был дизайн туфельки, а на другой дизайн ботинка. У заказчика... То есть вы рисовали прям ботиночек? Да, это был контурный дизайн. Ну, заказчик остался довольный. Это на самом деле получилось очень красиво. Это был такой заказ, над которым я дольше всего думала, как это воплотить в жизнь. Потому что была затея у клиента, что нужно удивить родителей, которые увлекаются именно коллекционированием различной обуви. Так, это уже окно. А я вот... Ну, вот тут есть... С цветочками понятно. А вот лисенок, это тоже, получается, вы вручную все делали из шоколада, форму придавали. Все верно. Форма, которая есть уже, заливается туда также темперированный шоколад и украшается. То есть это так же, как цветочек, делается заготовка заранее. Ну, то есть в форме сразу уже были глазки, ушки, и вы просто залили, и все. Да, здесь, да, да. То есть это я не вылепливала, лисенка сама. Вот, я про это дала просто. Как вы к этому пришли вообще? С чего начинался ваш путь вот в этот мир необычного шоколада? Сейчас шоколад, это такой ассортимент, бери, что хочешь. Ну, да, изначально пришла просто к шоколаду. То есть это не начиналось сразу с фантазийного шоколада. Просто как-то влюбилась в шоколады, в конфеты ручной работы. Нашла курсы, отучилась. И постепенно искала вдохновение на просторах, увидела фантазийные плитки, влюбилась в них сразу. И девушке, которая вот создавала невероятные красоты, купила курс по обучению. А, то есть сначала просто по работе с шоколадом был курс, да, какое-то обучение? Да, да. То есть изначально я занималась... Это онлайн? Онлайн обучение. Ну, первое обучение у меня было такое длительное, полугодовое. И затем вот уже, можно сказать, перепрофилировалось на фантазийные плитки. Ну, и просто... Отдельно, да, еще, получается, обучение именно про фантазию? Да, да. Ну, это одно из обучений. Постоянно чему-то обучаюсь, появляется все что-то новое. Здесь важно, наверное, остановиться вовремя, да, чтобы оставить вот какую-то незаконченность. Да, можно добавить еще, допустим, листочков либо из шоколада, либо вот эти тыквенные семечки очень хорошо... А почему-то цветы, Катя, правда, не добавляешь. У меня один цветок. Нет, цветы прям вот такие, настоящие, которые... Ну, кстати, надо их вписать. Давай. Ну, кстати, бывает такое, что клиент желает не добавлять цветов именно сухоцветов, и это тоже можно сделать, вот как у Кати, мне кажется, очень красиво. То есть вы как какой-то брик, да, есть, то есть вы спрашиваете, а что нужно, а что можно, там, или они сразу говорят? Ну, как правило, клиент очень доверяет, то есть у меня очень хорошие клиенты, но есть... Они к вам обращаются, потому что видели вашу работу. Да, если им нравится, если я их устраиваю как мастера, как правило, и они обращаются. Ну, и в завершении стоимость. Сколько может стоить такая открытка от до... Космические ли это цифры? Как правило, вот такая готовая плитка, она выходит по граммам где-то, ну, больше 100 грамм, это 110-120, если это с лисенком, с фламинго, там, до 150 грамм, от 500 до 700 рублей шоколадная плитка. Теперь вы будете знать, что это такое, как это создается, чьими руками создается, сколько это стоит, в общем, вся информация у вас есть. А бабочки у меня на шоколадке или цветочка живого так и не появилось. Мне кажется, это бы шоколадку перегрузило. Я советую тем, кто сейчас посмотрел и задумался, а может попробовать, в любом случае прийти и попробовать, потому что процесс очень интересный, творческий и такой захватывающий. Спасибо большое, Анастасия, что вы сегодня в этот процесс нас погрузили. На вам красоты будьте в шоколаде. Спасибо.